12 лет, представляете, 12 лет, и Виктор Борис снова с нами в нашей компании, и в другой, немножко в другом качестве, потому что у него есть работа, есть вот то, что для души, он об этом расскажет. Виктор сейчас является инициатором и руководителем проекта «Сохраненная культура», и я могу выдать несколько тайн, он наверняка об этом и молчит, что у него очень интересная семья. Его отец был главным архитектором, но он работал в связке с главным архитектором, а дед был главным архитектором Санкт-Петербурга, тогда еще Ленинграда, тогда Ленинграда. А вот, отец работал во время войны, тоже в архитектурном управлении, я так понимаю, может, Виктор скажет поподробнее. И, в общем-то, благодаря этим людям во многом была сохранена архитектура Санкт-Петербурга во время Второй Великой Отечественной войны. И про это есть фильм, и фильм есть у нас, и мы его обязательно с разрешения авторов опубликуем или покажем здесь. Но это уникальные совершенно факты, о которых мало кто знает, факты сохранения культуры, культурного наследия здесь, в Санкт-Петербурге, а именно архитектуры. А вот, и, ну, я не буду больше, наверное, здесь вот представлять Виктора, я просто хочу передать ему это слово. Слышно ли меня? Да, теперь слышно. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Благодарю, дорогой Александр Иванович, за такое замечательное представление. Ну, мой отец не работал во время блокады, тем не менее, дед действительно был заместителем главного архитектора Ленинграда во время всех этих героических и трагических событий. А затем некоторое время был исполняющим обязанности главного архитектора, ну, а потом возглавлял коллективы, которые занимались градостроительными планами Ленинграда. И эти планы до сих пор имеют очень серьезное значение для нашего города. Можно попросить запустить. А, ну, я Powerpoint запускаю, выехали, Powerpoint не нужно. Так, давайте, PDF. Я действительно имею удовольствие выступать на вашей замечательной профильной конференции не в первый раз. И действительно прошло 12 лет с того момента, как я обсуждал тематику авторских прав, интернета с Александром Ивановичем, с коллегами. Как раз, по-моему, это все тоже было в политехе. Да, то есть все как раз в этих стенах, не в этой аудитории. Я помню, там что-то большое было, лекционное. И в этих обстоятельствах, так, давайте я все-таки загружу, сам попробую. А здесь у меня нет. Ну, хорошо, не надо. И в этих обстоятельствах, действительно, я не скрываю этот факт, я юрист, это основная моя деятельность. Я занимаюсь цифрой, классики уже сейчас, проблемы искусственного интернета, искусственного интеллекта. И эта профессиональная деятельность у меня на протяжении значительного времени, хотя к ней пришел довольно сложным образом через техническую и математическую сферу вначале, а потом юриспруденцию. Но сегодня мне любезно предоставили возможность поделиться с вами иным своим опытом, связанным с сохранением наследия. Наследие сохранения в цифровой и не только форме, где, конечно, также присутствует и моя любимая правая проблематика. Вообще, проект «Сохраненная культура» начался в 2010 году, когда я банальным образом, занимаясь важным для себя действием, подготовкой подарка для моей мамы, мама художник-график, вот ее альбомы лежат здесь, я буду иметь удовольствие презентовать в библиотеке политеха книги и Арбикону также. Также, занимаясь подготовкой альбома, с фотографами работая, стал атрибутировать работу и пришел к банальному, опять-таки, выводу объективному, но для меня это стало открытием, что часть работ, а мама художник-график, плакатист, ее плакаты Кировского театра на Немаринского объехали полмира с балетами, там «Лебединое озеро» и так далее. Не могу атрибутировать устные часть вещей, хотя я прекрасно знаю творчество мамы. И вот эти обстоятельства привели для меня, сказать, к очень важному открытию, сколько мы теряем на стыке эпох прошлое, настоящее, это и будущее. Это то, что существует у нас, конечно, веками и тысячелетиями, но мы действительно много чего забываем. Но в рамках того, что происходит у нас в мире и в стране, у нас дополнительно возник разрыв при смене общественно-экономической формации, советская, постсоветская. Затем это все было резким образом усилено появлением цифровых технологий интернета и по-модному сейчас цифровых технологий, что привело к тому, что у нас есть цифровая эпоха, развивающаяся сейчас, и эпоха материальной культуры прошлой. И то, что не попадает в поисковые выдачи на первой, хорошо, на второй странице, на самом деле становится неизвестным, при том, что даже эти объекты могут присутствовать в электронной форме, в каких-то там, так сказать, закрытых пабликах, даже на открытых сайтах в интернете, но при этом до них никто не доходит объективно. И то, что у вас не выдается в поиске для, скажем, молодого поколения, также исчезает. Вот эти обстоятельства, совокупность этих сложных событий и обстоятельств приводит к тому, что мы действительно с ускоренной, так сказать, столкнулись с тенденцией потери памяти о нашем культурном достоянии. И вот, занимаясь изданием книги для мамы, придя к такому выводу, я решил поставить перед собой локальную задачу издать несколько объектов, связанных с моей семьей. И в том числе это творчество моего деда Александра Ивановича Наумова, который был упомянут ранее. И в итоге мы сняли фильм об этом в двух словах, чуть позже на одном из слайдов. Другой мой дед Виктор Ильич Кочедамов, который был 20 лет деканом культурного факультета в Ленинграде, в Академии художеств, он сам из Сибири, он занимался историей городостроительства. Это также послужило его творчество для меня неким толчком необходимости зафиксировать его культурное наследие. Но затем этот проект вышел за рамки моего личного желания зафиксировать все то, что связано с моей семьей, и стал развиваться довольно активно. Но при всем при этом хочу отметить, что в современных реалиях то, что делается по сохранению культурного наследия, на самом деле сталкивается с очень серьезными проблемами. Мы с вами понимаем, что у нас общество массовой культуры. Все это развивается довольно давно, условно говоря, 50 лет. Если брать Российскую Федерацию, с моей точки зрения массовая культура в советское время была очень ограниченной. К всему прочему, мы уже все живем в мире гаджетов, без сотовых телефонов, точнее спортфонов мы куда не выходим. И когда вы выходите из дома и забываете это устройство, соответственно, вы возвращаетесь. При этом те цифровые технологии, сервисы, ресурсы от соцсетей до видеохостингов по сути правят бал. Это для нас данность что-то посмотреть, проверить, прочитать, повзаимодействовать. При этом нужно иметь в виду, что все эти сервисы, при том, что они полезны и очень мощны с позицией своего технического и социального функционала, они представляют из себя, на самом деле, с моей точки зрения, тех, кто будет управлять миром в самом ближайшем будущем, поскольку соцсети сейчас, как новое государство, пользователи миллиарды, денег огромное количество, распределено это все по миру, просто так условно говоря, что-то не уничтожить, не закрыть. И действительно, они диктуют миру и самым различным государствам свою волю. Пока довольно тактично, на уровне отключения известных политических деятелей в разных странах мира, до, условно говоря, пропаганды антиковидной кампании, когда, если ты высказываешь любую иную точку зрения, тебя просто-напросто выключают из информационного пространства. Пока довольно тактично, хотя, наверное, нам неизвестно многое из того, что происходит в реальности. При этом пользователи, точнее, в первую очередь, поколение молодое, школьники, студенты, они живут в мире геймификации, когда за счет вот этого игрового характера, коммуникации, представления продуктов, это становится гораздо более привлекательным. А если у тебя это все не геймифицировано, ну тогда чего читать вот эти большие книжки коллеги? Здесь мы имеем в виду ситуацию, когда сейчас информационная культура огромного количества людей опирается на модель потребления шотов, когда у вас две минуты видео на Ютьюбе, либо на Инстаграме еще что-то, либо у вас несколько секунд какое-то сообщение, и все. В этих обстоятельствах это означает, что мы должны в каких-то важных моментах подстраиваться, нам вот уже не поменять сейчас, по крайней мере быстро это сделать невозможно, подстраиваться под этот формат и выстраивать сложную подачу знаний, которые воспринимаемы здесь новым современным поколением. При этом нужно иметь в виду, что у нас сейчас уже забрежжил, понятно, что сейчас есть явление моды, искусственный интеллект. Технологии, так сказать, на уровне GPT и так далее, они существовали давно, но как раз их стали активно выводить в мировую повестку, я считаю, что это целенаправленное движение всего год назад, и вот та безумная мода, так сказать, от использования иностранных сервисов до наших, условно говоря, довольно неплохого шедевра Яндекса и так далее, она набирает силу. Это приведет к чему? Что в ближайшее время у нас эпоха писателей, когда все с удовольствием в интернете, когда еще особенно не очень популярны в социальной сети, любили что-то писать. Писать, но не читать. Потом все стали общаться, ну, как бы общаться, просто коммуникация и коммуникация. А сейчас возникнет ситуация, когда и писать перестанут, поскольку достаточно задать несколько ключевых вводных слов в этой системе, основанной на технологиях искусственного интеллекта, что-то подкорректировать, что-то изменить, и вот вам получится за минуты результат, который в обычных бы условиях вы бы создавали бы несколько дней, испытывая при этом и муки, и удовольствие. Соответственно, нас ожидает в определенном масштабе трансформация явления творчества. И здесь мы снова подходим к очень важному аспекту, что все технологии, которые существуют, они как топор Раскольникова. Их можно использовать во благо, а можно благополучно с их помощью подрубить корень той цивилизации, которая у нас существует веками и тысячелетиями. Это все накладывается на крайне сложную геополитическую ситуацию и активно развивающиеся информационные войны, когда вот эта война мнений и жизненных позиций становится особенно жесточенной. И вот что делать на фоне вот этой воронки, куда мы скатываемся в рамках цифры, очень привлекательные при этом, как отвечать на то, что происходит. Здесь есть много путей. Я позволю себе как раз поделиться тем, которым иду я вместе с моими единомышленниками, поскольку проект «Сохранная культура» – это не только я лично, естественно, это довольно сильный коллектив. И здесь у нас присутствует координатор проекта, Анна Смола, у меня есть еще несколько мощных сотрудников, которые активно, целенаправленно работают над сохранением культурного наследия. И по сути у нас стоит задача поиска позитивного сценария развития и культуры, и определения условий доступа к культурному достоянию, последствиям, в том числе, современных цифровых технологий. Отмечу, что большая часть проекта, конечно, касается цифры. То есть мы много чего фиксируем в цифровой форме. Но при этом мы очень любим бумагу, опять-таки те же книжки в руках держать приятно, потому что это то, что связано с нашей историей. И, по сути, это осязание знания пока что для старшего и среднего поколения на культурном и психологическом уровне – это довольно близкие категории. В дополнении, описывая общий фон происходящего, отмечу, что есть еще право законодательства, которое на самом деле совершенно не приспособлено для стратегических задач сохранения культуры наследия, в том числе потому, что есть право индивидуальной собственности, которое, с одной стороны, творца и правообладателя, который, например, вложил в него деньги, защищает. А с другой стороны, когда вы хотите что-то ценное представить уже после коммерческого успеха того или иного объекта, вы сталкиваетесь с глобальными препятствиями, поскольку право индивидуальной собственности – это монополия правообладателя. И хочет он по каким-то соображениям, вот сидит он, как собака на сене, вспоминая «Лопа, давай-ка» и так далее, и все, и больше он ничего с этим делать не будет. Мы в рамках своего проекта неоднократно сталкивались с ситуацией, когда желание какого-то родственника стопорилось либо вообще торпедировалось стальная инициатива, когда мы предлагали что-то издать, все то, что издается в рамках моего проекта, об этом тоже буду кратко говорить позже, это некоммерческая деятельность. Деньги за книжки, за диски и прочее я не получаю, и получать не буду. Но родственник говорил, не, не хочу. И естественно, в таких обстоятельствах идти нарушения, я тем более как юрист, не могу. И попросту отходил от той идеи сохранить культурное достояние в лице творчества того или иного человека. Очень много здесь, кстати, проблем в ситуациях, когда что-либо создавалось в соавторстве. Вот мой, сказать, дед Александр Иванович Наумов написал прекрасную монографию по Ленинграду, но в соавторстве. Плюс у него еще есть несколько работ с другими авторами. А в одном случае я не могу найти автора, точнее его наследника в принципе, а в другом случае получил отрицательный ответ в отношении переиздания книги рубежа 60-х, 70-х годов. Ну, потому что родственница не понимает, а сколько денег она за это хочет. Проект, как я уже говорил, возник в 2010 году. Мы в принципе представляем из себя некую маленькую, так сказать, виртуальную структуру. Это даже не фонд, прошу не путать меня с никакой коммерческой и некоммерческой деятельностью. При этом самое главное, в рамках нашей структуры мы собрали большой коллектив единомышленников. У нас уже больше 100 человек авторов и активных участников по разным регионам страны и ближнего зарубежья. Более 150 объектов, смотря как считать, можно считать это 200 с лишним. В первую очередь, конечно, книги, фильмы, много цифровых ресурсов, идет оцифровка архивов. На базе архивов возникают какие-либо дополнительные исследования, что очень важно подчеркнуть. Здесь мы работаем в условиях обогащения содержания. Вообще все принципы проекта и как раз цель моего выступления поделиться соответствующей методологией, выстраиваются вокруг довольно простых вещей. Та самая социальная кооперация. Я не могу один, либо наняв соответствующих сотрудников, целенаправленно долго заниматься какой-либо деятельностью. Я должен находить людей, которым это все интересно, которым это близко, которые видят некую мини-миссию, в том, чтобы сохранить что-то о своих близких, родных и знакомых. И эти люди очень важны на данном этапе, поскольку именно они знают, где что лежит, насколько что важно и как это далее можно использовать. Потому что в противном случае руководствоваться случайными контактами бесполезно, искать в Гугле, в Яндексе. Тем более, эти люди уйдут, которые общались с творцами, либо сами творцы уйдут, и спустя очень короткий промежуток времени они, их творчество будет забыто. Далее, как я уже говорил, это не чистое переиздание, либо репринтный объект, хотя и такие есть в проекте. Мы стараемся комбинировать знания прошлого и современного. Скажем, четырехтомник Кочедама, о чем чуть позже буду говорить, совершенно опять-таки в телеграфном стиле, это труды моего деда, который очень уважаем, в первую очередь, Сибири, поскольку он был первым исследователем в принципе у нас в стране, во всей эпохе, который занимался историей городостроительства, Омска, Тобольска, сибирских городов, статей Русской Америки. Ну так вот, все то, что он сделал, это рубеж 50, 60, там 70, по сути, чуть меньше лет назад. Часть вещей устарела, соответственно, мы привлекли к этому труду и современных ученых, и краеведов, которые комментировали издания, которые добавляли какие-то важные мысли, не портя при этом исходный текст, но в сносках, либо в отдельных комментариях, представляя, что сейчас актуально, что не актуально, где Виктор Ильич Кочедамов был, шинно сказать, гениально прозорлив, где он действительно ошибался в силу, например, отсутствия, скажем, исходной археологической информации. Что важно, я, так сказать, как частное лицо, естественно, не имею возможности, так сказать, как какие-то большие, известные фонды имени олигархов и всего остального, так сказать, сквозным образом тратить на все на это деньги. Поэтому я стараюсь каждый раз соизмерять свои возможности и ресурсы в зависимости от того, какой объект и какой эффект я хочу получить. Соответственно, у нас не случайно до сих пор еще есть CD и DVD диски. Для вас, для части присутствующих библиотек, это все близко, но для обычных граждан это что-то удивительное. Действительно, там и школьники уверены, часть студентов вообще не знает, что это такое. Объективно только на солнце поиграть, зайчики погонять. Но в целом, чему я использую этот формат? Потому что он самый дешевый. Мне кажется, гораздо приятнее, например, все издать на бумаге, ну, фильмную издать на бумаге не получится, но, так сказать, денег на это не хватает. И вот эта соразмерность использования, это тоже один из важных принципов проекта. Что еще любопытно, по крайней мере, как это представляется нам, это комбинирование различных объектов. Есть какой-то интересный художник, есть произведения, где, в том числе по тематике, даются ссылки к каким-то, так сказать, ландшафтам, местам, где этот художник творил. Мы стараемся, если мы не издаем репринт на что-либо, либо просто представляем разрозненное творчество, собираем ледяную систему, мы комбинируем, мы в качестве иллюстраций ставим важный объект этого художника, который почти уже полузабытый, и это все сопровождает и красиво обрамляет соответствующий текст. Таких примеров различного комбинирования объектов довольно много. Все это, завершая состав принципов, распространяется бесплатно. Все это представляется в свободном доступе в интернете. Временами это довольно сложное занятие, когда мы, скажем, цифруем архивы, в каких-то обстоятельствах, может быть, архивы того же Кочедамова, 80 гигабайт текста. Вот приходится записывать на какие-то носители, что-то выкладываем в интернете, что можем, и потом дарим, скажем, архивам по регионам, и ведущим краеведам, которые явно будут заинтересованы в том, чтобы использовать эту информацию, дарим соответствующие носители. Книг, как таковых, в проекте больше 50. Они самые разные. Это, так сказать, архитектура, это изобразительное искусство, это краеведение, это там немного истории. Есть графические художественные альбомы, есть исследования, просто исследования, которые направлены на раскрытие той или иной личности, творческого периода деятельности человека, созданных им объектов. У помятое издание Кочедамова, например, это одно из самых уважаемых у нас сейчас в рамках нашей деятельности, получившегося объекта, поскольку оно самое объемное, мы работали практически полтора года, даже более. Очень много авторов, это 20 авторов научных комментариев, я крайне признателен, был очень большой коллектив и руководство таким коллективом, и координация была очень сложная задача. При этом этот объект удостоился большого количества наград у нас в стране. Это там золотой знак Союза архитекторов, это там лучшая книга, так сказать, четырехтомник в год науки по версии Сибирского отделения Академии наук и так далее. При этом вот эта исследовательская деятельность, есть вектор, он касается не только и не столько книг, есть направления, есть объекты, сейчас расскажу об одном из них, которые в принципе ранее не представлялись в материальной форме. В частности, вот в этом году у нас выйдет, я надеюсь, в этом году, книга под условным пока названием «Тайна островов Фадея». Был, для некоторых, наверное, известная фамилия, был такой академик окладников в советское время, директор, руководитель Сибирского отделения Академии наук СССР, очень большая величина, антрополог, археолог, историк, и он делал открытие мирового уровня в самых различных сферах. И его дочь, Елена Алексеевна Окладникова, она профессор, Герценовский нашей Петербурга, пришла ко мне с идеей осветить известную в узких кругах экспедицию его отца, но совершенно не раскрытую по содержанию. И в этих обстоятельствах принесла дневники академика Окладникова, когда тогда, он еще не был академиком, это в 40-е годы, он был всего лишь доктором наук, которая была связана с экспедицией, которая была проведена по поручению Севморпути сразу же после Великой Отечественной войны. Экспедиция возникла потому, что в 40-м году, когда по поручению Сталина картографы и океанографы пытались экстренно снять карты, а не было полностью, кармало очень много пятен северного морского пути, так вот они за полуостром Таймыр, то есть это все очень далеко, представьте себе карту, условно говоря, середина нашей страны, если брать самый верх, они нашли клад, клад в гиблых местах, где на протяжении сотен киномертов вообще ничего нет, и это настолько поразило и тогдашних исследователей, и чиновников, что сразу же после Великой Отечественной войны, когда, понимаете, ресурсов было ноль, экспедиция на окладник была направлена на эту территорию, и он сделал большое научное открытие, но опять-таки сейчас уже практически неизвестно, и связано с тем, что там вообще-то очень много чего ценного было, и почему это было, на самом деле об этом никто не стал в итоге задумываться, кстати, была издана книга о Крадникове, по-моему, в 1948 году, об этих островах, очень много артефактов сейчас содержится в Москве, в этнографическом музее, в историческом, клад, а это много, например, серебряных момент, заключался не только в таковых, а, кстати, сумма была очень значительная по стоимости, как маленький городишко, так сказать, в ту эпоху, клад позволил довольно четко определить, когда это все происходило, а было установлено, что вот это все, по крайней мере, показалось земле в начале 17 века, и Окладников, написавший книгу, тем не менее, многое не отразил и не исследовал до конца все то, что найдено было, это не только деньги, это очень ценные костюмы, оружие и так далее, что в принципе в таком объеме и с таким концентрированным содержанием оказаться там не могло, это все было достойно, не знаю, какой-нибудь резницы там, либо, так сказать, кладовой губернатора современного, либо воевода какого-то крупного региона. Зачем это все оказалось, было непонятно, и Елена Алексеевна Окладникова принесла дневники и в рамках гранта сокровенной культуры Герцановский университет стал исследовать, что там было, вот тех крестиков, например, маленьких объектов, которые там оказались, до иных объектов. Вот выходит книга, которая представляет собой очень интересный материал и которая задает вопросы очень серьезные о том, что же было в реальности на окраинем севере, а оказалось, что, например, что те же, по тем же крестиковым, по иным объектам, это были освоенные места, некоторые крестики датируются XIII веком, как и что там, так сказать, могло происходить, неизвестно, а когда, кстати, спустя, так сказать, там в рамках начала нашего проекта проезжавшие, проходившие, точнее, на кораблях, так сказать, военные высадили очень на короткое время знакомый, Лен Алексеев, туда с металлоискателем, там звенел весь берег, а берег это, ну, болотистая местность, то есть, что там находится, звенели сотни квадратных метров, там нет никакого металла, в принципе, там ни тракторы незабытые, ни гайки, ничего, там просто обычная, так сказать, мерзлота со всеми вытекающими. Вот, например, это как раз объект научного содержания, стык старой информации, знаний и новых исследований, которые происходят в рамках проекта. DVD-диски упомянутые, это как раз вот тот самый принцип соразмерности используемых ресурсов, при всем при этом, все равно мы очень любим книги, и, уважаемые коллеги, вот там в читальном зале стоит такая табличка, благодарю организаторов за предоставленную возможность, мы эти книги дарим, и у нас есть акция дарим книги библиотекам, нужные документы, кому что нужно, мы подпишем, мы, сказать, акты дарения зафиксируем, и, пожалуйста, тем учреждениям, кому это интересно, разного профиля изданий, как вы видите, у нас довольно много, мы с удовольствием предоставляем. Много фильмов, это пять основных документальных фильмов, есть короткометражные фильмы, и, скажем, упомянутый Александром Ивановичем фильм архитектуры блокады, все объекты, естественно, доступны на Рутюбе и Ютьюбе, он стал лучшим документальным фильмом о войне в стране в 21-м году, и взял тоже, так сказать, много лесных для нас наград, это как раз история о том, почему, это удивительно, на протяжении огромного количества дней блокады мы видим тот архитектурный латшав, который мы видим. А на самом деле, собственно, это все произошло в том числе, это, конечно, не, главное, основная, единственная причина, но в том числе из-за той деятельности архитекторов, искусствоведов и, иных лиц, которые во время блокады занимались маскировкой города, только маскировкой нетривиальной, как бы сейчас бы нас сказали, они создавали виртуальный Ленинград, когда, скажем, на площади пролетарской диктатуры, на пропеллеехте, который стоит перед Смольным, был построен макет Смольного, а сан Смольный был закрыт маск сетками и всем остальным и бомбили как раз площадь пролетарской диктатуры, которая находится в, не знаю, в 150 метров от штаб-квартиры на тот момент непосредственно нашей партийной власти в Ленинграде. Вот таких случаев, примеров от измененного красками русла, Невые, покрашенных, так сказать, трав и всего остального до иных методов и героических поступков, которые имели место в Ленинграде, мы им представили в рамках нашего фильма. И, собственно, там много интересных историй. У нас Шенов вполне могли снести Александровский столб на Дворцовой площади. Почему? Потому что нужно было сделать взлетно-посадочную полосу для самолетов, но в итоге это все оказалось в Сосновке, то есть памятник сохранился. У нас на самом деле действительно должны были взорваны часть доминант архитектурных, которые позволяли у нас проблемы, у нас город на горизонтальной поверхности, которые позволяли отстреливать заканчивая постенцию выступления и ориентируясь по ним тельные пространства. Это тоже было сохранено. Вот такие обстоятельства и истории как раз легли в основу фильма. Мне бы еще понажимать кнопочку, потому что ваш лентяйчик вам сдохла. При всем при этом, когда мы говорим о работе с объектами культурного наследия, а здесь на презентации презентация будет доступна в всех тех обстоятельствах, естественно, в открытом доступе также. в принципе, все, что с этим связано, конечно, опирается и на цифровые технологии, вот просто исключительно новые цифровые технологии, в мир которых мы погружаемся. У нас есть отдельные инициативы цифровой Сталинград, когда на базе очень ценных и мощных технических решений, кстати, отечественных, воссоздаются аутентично по фотографиям и кадрам видеохроники, восстанавливаясь трехмерным образом соответствующие объекты. Вот одно из зданий Сталинграда, как раз архитектор Виктор Ильич Кочедав, оно не сохранилось, это площадь Павших Борцов, самый центр и самая, как бы сказать, зона апофеоза боев, и с помощью этих технологий, в том числе для архитектурных пространств и ландшафтов, можно получать сейчас для самых различных целей тельные объекты и сводить их в сложные структуры, использовать для образования, для туризма, для всего остального. Это все при этом, коллеги, происходит в условиях довольно сложных обстоятельств. У нас есть банальные, классические проблемы, связанные с сохранением культурного наследия, которые определяются категориями наличия профессионалов, заинтересованных людей финансами, это очевидно, это во всем мире так происходит. При этом нужно разделять государственные инициативы, где есть задача повратить огромные бюджеты, эффективно или неэффективно, другой вопрос, и общественные инициативы, как у меня эти проекты, сохраненная культура относится к последнему, и специальные проблемы и барьеры. Не останавливаясь подробно, хочу отметить, что в рамках системы первоисточников этих социальных проблем я бы выделил проблемы правовые, которые мешают фиксировать объекты, я бы обратил внимание на технологические проблемы, у нас устаревают форматы, у нас какое-нибудь, так сказать, Сядобовское, так сказать, видео, видеоформата Шок Вейф и прочее, и прочее, они исчезли, точнее, они были отключены. Однозначно, я обратил бы внимание на проблему взаимодействия учреждения культуры с общественными инициативами, с какими-то всем известными государственными музеями, мне, к сожалению, практически невозможно работать. Не потому, что они такие плохие и прочее, да нет, просто они на эти общественные инициативы внимания не обращают и рассматривают свои собственные фонды как свою собственность, и на желание, даже за деньги, разумные, использовать какие-то известные, хранящиеся даже в запасниках для иллюстрирования книг, объекты, это все упирается в довольно, так сказать, болезненную дискуссию, ну, естественно, игнорирование всего и вся. Я могу там перечислить ряд исключений в этих обстоятельствах, но это действительно важное социальное явление. Значит, в принципе, эти государственные учреждения в каких-то обстоятельствах должны пересмотреть акценты своей деятельности. Ну, кстати, это, естественно, все обычно не относится к библиотекам. Библиотеки – это позитивное исключение во всех этих вещах. Подводя итоги, коллеги, с удовольствием потом буду рад в кулуарах или сейчас ответить на те или иные вопросы, хочу отметить, что все то, что происходит в нашем цифровом мире, это, может быть, даже трагические, но очень яркие изменения. И во всем этом нам точно нужно найти и довольно оперативно найти тот путь и представить методологию, что делать с тем уходящим и даже не только прошлым, но и современностям, которые не вписываются объективно во все это коммуникационное, так сказать, цифровое буйство. И здесь возникают потребности резкого изменения законодательства. У нас там гигантские пробелы, например, связанные с сиротским произведением, когда не можете что-то установить автора-прообладателя. В позиции закон вы должны макнуть рукой это не использовать. Здесь, понятно, есть проблемы организационно-финансовые, но в первую очередь это все проблематика, на самом деле, коллеги, поиска ненамышленников. И я очень рад, что предоставлена была возможность мне выступить. Мы всегда рады любым знакомствам, устранению тех или иных связей и возможностей, и любые инициативы в этой связи я всегда с большим интересом услышу. Спасибо большое. Выбился из регламента, Александр Иванович, но не обессудьте, коллеги. Спасибо, Виктор Борисович. У меня миллион вопросов, но у нас нет времени, у нас на два наклада по 20 минут, осталось 15 минут. Уходим в квазопространство. Я хочу объявить следующий доклад Марии Александровны Приваловы, она генеральный директор Центральной библиотеки Некрасова, это главная публичная библиотека Москвы. Будем мы слушать про электричество электро-Некрасовка. Пожалуйста, Мария специально прилетела на этот доклад из Москвы и после него улетает обратно. На доклад и повидаться. Добрый день. Как мы договорились с Александром Ивановичем, не буду и не смогу ответить на какие-либо подробные вопросы про технологии, но смогу порассказывать про идеологию проекта и про то, что вообще такое для нас электро-Некрасовка и как она получилась. Когда я пришла в библиотеку семь, уже теперь с несколькими месяцами лет назад, то оцифровка фондов велась и если проявив настойчивость, можно было найти скопление тифов где-то в глубине сайта тогдашней Некрасовки, которые были нераспознаны, в общем, никак особо не представлены, но однако вот таким образом происходила оцифровка. Для нас было очевидно, что нам нужно сделать так, чтобы, во-первых, у нас была самая удобная на свете электронная библиотека, во-вторых, чтобы мы не… Наш редкий фонд симпатичный, в нем есть замечательные, уникальные объекты, но он не огромный, он не уникальный, он не главный в стране, и для нас было очевидно, что придумывая себе, в чем мы собираемся быть молодцы, нам нужно думать о его репрезентации, мы публичная библиотека, и думать нам нужно было прежде всего именно об этом. В развитии электронекраски ключевым оказался выбор лидера проекта. На самом деле, в значительной степени все, что я буду рассказывать, это портрет, получившаяся электронекраска, это портрет ее главного редактора Ильи Старкова, с которым, когда мы познакомились, мы, по сути, вместе с ним дальше придумали, в чем будет заключаться его работа. У него был вот собственный проект, который называется «Тагдазин», где он рассказывал о разных… собственно, занимался представлением истории, в значительной степени концентрируясь на советском авангарде, им интересно рассказывать про старое, и мы вместе с ним придумали, как это делать в Некрасовке. Кроме Старкова, сейчас у него есть помощники. В проекте, конечно, участвовал IT-отдел библиотеки, который вместе с нами и с Ильей придумал, как эта библиотека должна выглядеть. И еще у нас есть отдел пропаганды чтения, в котором есть дизайнеры, есть мультимедиа, то есть люди, которые занимаются видео и звуком, анимацией, которые, конечно же, тоже оказались ключевыми участниками того, как это выглядит сейчас. Прежде всего, как и в настоящей библиотеке, в центре электронекрасовки фонды. И, собственно, вокруг них на самом деле дальше все построилось. Прежде всего, нам было важно, чтобы электронекрасовка оказалась удобным инструментом для встречи с цифровными коллекциями. Если говорить про книги и периодику, то есть про тексты, то вы можете переворачивать отсканированную страницу по часовой и прочасовой стрелке, вы можете скачать страницу с водным знаком Некрасовки, но не то, чтобы она помешает вам пользоваться, помешает разве что для внешней публикации. Вы можете читать текст в отсканированном виде той страницы, которая была изначально, или просто в виде текста. Это удобно, если вы этим пользуетесь для исследований и копируете в какие-то свои документы. Можно искать ключевые слова внутри каждого отдельного издания. Можно листать книгу последовательно, или видите страницу, сетка изображения, выбирать, какая вам нужна. В общем, в центре всего на самом деле репрезентация книг. Ключевыми технологиями, которыми мои коллеги занимаются увлечены, является, конечно, совершенствование распознавания. Все удобное мы распознаем с помощью файн-ридера, но периодика и газеты, и журналы распознаются им плохо, потому что часто, особенно если мы говорим про старую периодику, это низкое качество печати, и там очень много ошибок при автоматическом распознавании, поэтому у нас есть две собственные нейросети, которые запущены и учатся лучше распознавать одни газеты, а другие журнальную периодику второй половины 20 века. И, собственно, это то, про что я не могу рассказать подробнее, но если вам будет интересно, то, конечно же, могу связаться с моими коллегами. Для поиска у нас есть система Lastic Search, которая, собственно, помимо того, что она хорошо ищет, она еще и формирует результаты поиска в довольно логичном порядке, когда сначала выдача по названиям, потом по описаниям и по авторам, а уже потом по страницам изнутри книги или периодического издания. Если говорить про планы и приоритеты, ну, в целом, кажется, как коллеги говорят, с нынешней скоростью нам еще лет 40, хотя мы маленькие, страшно думать про более крупные библиотеки, но в целом у нас есть разные отдельные логики. С одной стороны, у нас, конечно, приоритеты – книжные памятники и вообще ветхие, ценные издания, которые кажутся достаточно редкостью. Что мы называем актуальными тематическими? Это, собственно, желание рассказать про что-нибудь, сделать юбилейную подборку, сделать подборку про какую-то тему, которая сейчас связана с нашей выставкой или фестивалем. В общем, то, что просто, в принципе, отвечает повестке или каким-то нашим собственным содержательным запросам. Ну и, собственно, полномерная и постепенная цифровка по мере каталогизации все появляется на сайте. Про периодику в разное время было интересно разное. Мы отдельно цифровали много периодики Великой Отечественной войны, занимались московскими газетами, постараемся отлавливать ветхие издания, ну и так далее. Не книжные коллекции, просто постепенно цифруем и выкладываем. Дальше, собственно, если говорить про книги, то у нас в редком фонде всего 12 тысяч книг, сейчас из них оцифровано 3200, но не все, конечно, книги из нашего редкого фонда могут быть выложены на электронекрасовку. Мы, например, сейчас активно формируем коллекцию современного автографа. Понятно, что еще пройдет довольно много лет, прежде чем эти книги появятся на электро. Еще, собственно, у нас цифруется наш периодик, у нас около 45 тысяч газет и журналов. Эти материалы вызывают любопытство. Вообще, периодик начало 20 века, она и популярна в следе исследователей, и в целом симпатично выглядит и позволяет вокруг нее строить какие-то симпатичные проекты. Ну и еще, конечно, мы очень любим нашу изотеку. Это спичные коробки, это этикетки, это открытки, и это в целом радости веселья, кроме того, что это еще и просто работа с промографикой и с последовательным цифровым отражением нашей коллекции. Безусловно, так и в библиотеке книги могут быть о чем угодно, это на самом деле библиотечные проекты тоже могут быть о чем угодно, мы публичка, напомню, и в этом смысле у нас нет никакой жесткой привязки к конкретным форматам или конкретным темам. И для того, чтобы актуализировать цифровую библиотеку, мы сделали ее удобной, мы знаем, что ей пользуются исследователи, то, что у нас есть, этим удобно пользоваться. В этом смысле это как бы так устроено, у нас просто не все есть, но то, что есть, пользуется популярностью, и людям удобно с этим работать. Но кроме этого, нам интересна широкая аудитория, нам интересно показывать людям, что в каком-то незаметном, забытом и старом можно реализовывать любопытство, быть заинтересованным и веселиться. Поэтому, безусловно, широкая какая-то аудитория, это часть, важная часть того, ради чего электронекрасовка работает. Нам в целом хочется находить новые форматы работы, это происходит не только изнутри электронекрасовки, но изнутри другой публичной деятельности библиотеки, но в любом случае нам хочется показать, что современная библиотека может быть современной в том, как она работает со своими фондами, и, конечно, электронекрасовка помогает привлекать партнеров. Внутри электронекрасовка чего только не происходит. Пожалуй, самым таким основательным для нас является формат подкастов, но кроме него у нас бывают анимационные ролики, карточки, игры, тесты, стикер-паки, безусловно, видео, статьи, тексты мы делаем в выставке, которые как бы отдельно от не электронекрасовки, много что еще. Одним из очень популярных проектов карточек у нас является спецпроект электрокулинария, где мы собираем разные коллекции дореволюционных рецептов. Это хорошо привязывается к разным датам, любые праздники отлично в это вписываются, это чудесно заходит в социальных сетях. Благодаря этому у нас был проект со службы доставки «Самокат», где по нашим рецептам они приготовили блюда к Новому году, там были фотографии собственно приготовленных блюд по рецептам электронекрасовки, и это был такой развлекательный материал. У нас бывают разного уровня и глубины спецпроекта, например, недавно появилась детская комната, куда собраны самые разные игрушки, развлечения, книги, оцифрованные у нас, детские, детские игры, детские издания. Благодаря электронекрасовке мы уже три года назад обнаружили у себя 24 открытки семьи Федора Шехтеля, который, собственно, там его жена, его дочери, брат его жены, там обнаружились открытки, адресованные Модесту Личичуяковскому, потому что собственно Николай Жегин брат жены Шехтеля был смотрителем этого музея. В самих открытках такие какие-то открытки про путешествия, что-то симпатичное, просто семейные послания, но мы вот сейчас, например, будем делать выставку про открытки, где в частности и про эту находку расскажем, помимо того, что нам приятно, что у нас есть переписка семьи Шехтеля в библиотеке, еще нам кажется, что через эти истории нам просто очень хочется рассказывать о том, что людям нужно внимательно относиться к своим открыткам и в целом что-то здоровое хранить, и что вообще-то там могут быть сокровищи. Еще один пример спресс-проекта, это фольклорный проект «Жили Боли говорили», в самых разных формах туда собираются сказки народов СССР и вообще примерно все, что угодно фольклорное, что туда может быть подверстанно. Отдельной частью этого проекта стал подкаст, у него есть уже три сезона под названием «Карколодил и Пахтелка», я теперь уже легко это выговариваю, не сразу получилось, и это проект, в котором разные маленькие сказочки, побасинки читают наши собственные сотрудники, это наши библиотекари, сотрудники разных наших отделов, поэтому это и такой тимбилдинг и дружба внутри библиотеки, и при этом подкаст, который вполне себе вылезает в топах и становится заметен. Коллеги внутри электронекрасовки придумывают и ищут нарративные разные, придумывают нарративные подкасты, ищут какие-то забытые сюжеты, вот «Никчемный герой», достаточно популярный у нас подкаст, он посвящен такому путешественнику Глебу Травину, который в 28-м году на велосипеде три года катался вдоль границы СССР, и это прочитано Вадиком Королевым, это такой музыкант и актер, вместе с ним наши библиотекари участвовали в записи, и мы рассказали историю путешествия этого самого Глеба Травина, у нас есть аналогичный подкаст, который называется «Полярные Робинзоны», который рассказывает о путешествии в Гренландию, и там есть трагические сцены, там едят собак, и вообще все очень тяжело, но в общем это такие со старательным аудио сделанные подкасты, где просто мы достаем из нашего редкого фонда историю, про которую никто и не знает, скорее всего, даже не то, чтобы забыл, а в общем вряд ли имел шанс узнать, и стараемся сделать из них вот такие какие-то нарративные современные подкасты. У нас одной из популярных тем в целом наших материалов является вообще разговор о городе в разных видах, это путеводители, это история Москвы, это вообще урбанистика и городостроительство, это и потому, что это интересно главному редактору, и потому, что на самом деле это материалы, которые пользуются постоянным спросом, и подход здесь может быть разным. Вот, например, «Строительство Москвы» это был подкаст, который мы делали совместно с Музеем Москвы и архитектурной школой «Марш», где профессионалы, люди, заинтересованные в этой теме, читали находящиеся у нас в фонде журнал «Строительство Москвы» и обсуждали разные сюжеты, которые находили там в материалах. В этом смысле мы дали платформу и обеспечили производство для профессионального разговора, основанного на наших фондах. А вот, например, и это, конечно, картинка выбранная, потому что я выступаю сегодня в Петербурге, а вот, например, про Нарвскую заставу у нас «Путеводитель». Это мы делали тоже в партнерстве с экскурсионным проектом «Какие планы?» где мы, опять же, на основе наших фондов и той периодики, которая у нас есть, рассказали про этот ваш, дорогие петербуржцы, район. И, собственно, это такой способ, да, таким образом, подкасты у нас бывают разные, это, как повторю, один из важных наших продуктов, это просто чтение готовых материалов, это нарративные, построенные из наших источников, собственно, сценарий пишут мои коллеги, и это более сложно сочиненные вещи. Это «Путеводители», это «Разговорные», это разные лекционные, у нас были просто литературные циклы, которые записаны, и которые тоже превратились в видео лекции и в подкасты. И надо сказать, что на разных платформах очень разное пользуется популярностью, все подкасты можно послушать у нас на сайте, а кроме этого они есть везде, собственно, на всех платформах, на которых подкасты размещаются, и в разных местах разное популярно. В Apple популярен наш проект со студии театрального искусства «Надо мне выдается», где актеры просто читают маленькие разные периодики, найденные рассказики и сюжеты. А вот как раз никчемный герой популярен в ВКонтакте, про который рассказывал, ну и так далее. Сейчас, если можно переключиться на презентацию. Я тараторию пытаюсь успеть в те мои 8 минут, я знаю, что я уже немножко в этом смысле сдержалась. Да, вот этот сайт Некрасовки, вот с сайта Большой Некрасовки можно попасть на Электро. И, собственно, вот так выглядит сайт. Это для прощальных ремарок, чтобы вы видели, как на самом деле устроено. Запустили в 2018 году, в этом году у нас было около 200 тысяч просмотров, чуть больше. Последние годы у нас там в ковидный 2020 было 483 тысячи просмотров, в прошлом году 456. В общем, примерно такое количество у сайта посещений постоянных. Если говорить про подкасты, то в среднем у нас их почти 200 уже, а в среднем это 1000 прослушиваний в день суммарно на разных платформах и разных выпусков. Самый популярный у нас выпуск это сказка «Скряга», того самого кроколодилы пыхтелки, который прослушали 9000 раз. У нас есть вот те самые статьи и игры. Наши стикер-пак газетной заголовки скачали 73 964 раза. И использовали больше 600 тысяч. Это вот всякие разные цифры, чтобы было понятно, какой у этого масштаб. Понятно, что эта штука накапливает свой эффект. Это не устаревает, это не протухает. Это как и те фонды, которые мы представили, и как нам кажется, постоянно может оказываться каким-то источником любопытства. Мы сами электронекрасовку безусловно пользуемся. Да, мы сюжеты из электронекрасовки. У нас есть передача, которая называется «Радионекрасовка на радиокультуру», и мы туда все время стараемся или уже готовые наши подкасты, или какие-то отдельные сюжеты из фондов туда представить. Мы, конечно же, из нашей собственной изотеки все время что-то берем для наших соцсетей. Не знаешь, что делать, найди какой-нибудь спичечный коробок или экслибри с собачкой, котиком, книжкой или жирафом, и все становится хорошо, и люди это любят. Ну, и важно еще заметить, что у нас есть, вот сейчас вы это увидите, партнерские полки. Мы выкладываем у себя, если кто-то готов, мы будем рады к такому сотрудничеству, оцифрованные не собственные фонды, а любые чужие коллекции, частные и институциональные, которые точно так же, таким образом, попадают в общий доступ с возможностью пользоваться ими полноценно и любыми ресурсами. Вот, наверное, чтобы было понятно, что я говорила про то, как выглядит работа с текстом. Вот журнал строительства Москвы. Вот мы берем любую страницу. Ее можно, как вы видите, верхнее меню поворачивать в разные стороны. Можно смотреть на нее как на картинку или как на текст. И это какие-то вещи, которые, собственно, для каждого периодического книжного издания таким образом устроена работа на сайте. Вот, наверное, все. Спасибо большое за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Постой. Да, Мария Сеновна, я бы с такой скоростью свою презентацию не смог никогда сделать вообще. Вот. Вы знаете, по-моему, вот этот доклад, он идеально дополняет предыдущий доклад, который сделал Виктор Борисович. Вот пример деятельности очень серьезной, большой, крутой библиотеки с хорошим руководителем, да? Вот в области сохранения культуры, а также продвижения, да, какого-то вот контента в реальность, вот, в читательскую среду. И меня потрес многогранность и объем, и вот сила, которую на это потратили, да, и как организовали этот контент, и его востребованность, главное, да? То есть, может быть, вы как-то вот, Виктору Борисовичу тоже будете полезны, потому что, ну вот я должен сказать, на сидюках, это еще хорошо, но их никто уже не может прочитать, им можно, конечно, присвоить дое, но это очень сложное мероприятие, вот, их приятно подарить, но в плане сохранности они не выдерживают критики, через 20 лет на них уже ничего не будет, как известно, да? Вот, в любом случае, мы были бы рады контенту в цифровой среде, который может быть связан, связан с, с другими объектами в этой среде, и которые сохранялись бы там столько, сколько нужно, потому что проблема сохранности, безопасности цифрового контента, это отдельно вообще тема, она очень такая сложная, вот, так что спасибо и первому, и второму докладчику, вы вообще просто в одной упряжке отработали. Ну, мне кажется, все мы, которые стараются что-нибудь любопытное раздать всем, мы, безусловно, занимаемся одним и тем же делом, это правда. Спасибо за внимание. Вы большие молодцы, к Марии можно подойти, она еще здесь несколько, некоторое время. Я хотел спросить, а у нас третий докладчик есть, Ольга Анатольевна? Ольга Анатольевна, вот давайте, давайте примем решение. Коллеги, у меня к вам, ну, просто нежежая просьба, давайте мы послушаем этот доклад, ну, покушаем чуть быстрее, но у нас останется 45 минут на еду, и у нас будет потом маленьких три минутки, я Виктору предоставлю еще слово, и он выполнит свою приятную миссию здесь. Уважаемые коллеги, я хочу успокоить вас, как лектор с многолетним стажем, я обещаю вам максимальную краткость для того, чтобы реализовать ваши планы. Мой доклад будет своеобразным продолжением доклада Виктора Борисовича, потому что я планирую рассказать о таком этапе в истории нашей страны, как переход от дореволюционной эпохи к эпохе победившего пролетариата, и рассказать о тех, на примере истории библиотеки одного вуза, рассказать о том, какую роль в судьбе и библиотеки, и вуза сыграли люди, которые выполнили функции отбора книг чуждого содержания, но они включили это в библиотеку, и рассказать, как сложились их судьбы, что с ними стало. Немножечко так сказать, пардон, сейчас уже начинаю ломать технику. Так, ну все по порядку. Значит, название моего доклада истории библиотеки юридического вуза в судьбах и книгах. Речь идет об Уральском государственном юридическом университете. Ну, самое известное название моего вуза, собственно, под которым он вошел, как бренд, известен на территории не только Российской Федерации и бывшего Советского Союза, но и в других странах, Светловский юридический институт. Так, а что мне нажимать? Первый? Все. Значит, своеобразный эпиграф. Всем тем, кто стоял у истоков формирования фонда научной библиотеки Уральского государственного юридического университета имени Яковлева посвящается. Дело в том, что в этом году, 15 сентября 2023 года исполняется 105 лет с момента основания в 1918 году нашего университета. Сразу хотела бы сказать, речь идет об открытии юридического факультета Иркутского государственного университета. У нас очень интересная судьба. Я скажу так, у нас казанский профиль и сибирские корни. Значит, был организован такой и открыт такой факультет. Случилась эта в бытность временного правительства Колчака в 1918 году. Вообще хочу сказать, что на протяжении своего существования существовал факультет под разными названиями. Это и гуманитарный факультет, и факультет общественных наук, и факультет права и местного хозяйства, и, наконец, факультет советского строительства и права. 20 апреля 1931 года было принято решение о том, что данный факультет был выделен из состава Иркутского госуниверситета и преобразован в самостоятельный вуз, который первоначально назывался Сибирский институт советского строительства и права. Позднее, в 1934, в некоторых источниках я встречала в 1935 году этот вуз переехал в город Свердловск. Формирование фондов, ну, поскольку первым ректором, если брать 1918 год, ректором, скажем так, нового вуза стал психолог Моисей Матвеевич Рубинштейн, скажем, человек, не сменивший идулевационную эпоху формации, то есть был назначен правительством Колчака. Безусловно, идет гражданская война. Жесточайшая проблема это книжный голод. Рубинштейн обращается с письмами к частным лицам и организациям с просьбой пожертвовать новому университету книги. Получилось, книги пожертвовали, но не в том количестве, которые реально могли бы обеспечить учебный процесс новому университету. Власть меняется. В 1919 году в Иркутске советская власть. Что предпринимает советская власть? Первое решение закрыты все древолюционные учебные заведения, но нужно отдать должное с точки зрения обеспечения сохранности тех же библиотечных фондов. Фонды были изъяты и реквизированы, и наиболее ценная литература свозилась подводами во двор Иркутского госуниверситета, чтобы затем быть отсмотренный и включенный фонд. Вот в этот период работала с 1918 по 1922 год библиотечная комиссия, в составе которой были был юрист, это Манс Герберт Юлианович, выпускник Казанского университета, дальше был Леонид Ипполитович Пономарев и Александр Григорьевич Муравьев. Именно эти люди четыре года занимались формированием фондов библиотеки Иркутского госуниверситета. И я хочу сказать, что та ценная часть, которая впоследствии приехала к нам в Свертловск, в общем-то этим людям мы тоже, этой частью тех небольших сокровищ, которые нам достались, потому что в Иркутском госуниверситете, поверьте, там просто вообще фонд редких книг, потрясающая вещь, но тем не менее. Поэтому вот эти люди как бы стояли у истоков. Значит, что дальше? Дальше в 1925 году, с 1925 по 1930 год фундаментальную библиотеку Иркутского госуниверситета возглавляет Владимир Сергеевич Моносеин. Ну, достаточно сурово сложилась судьба, в общем-то умер за один день до принятия постановления расстрелия. То есть был посмертно реабилитирован по ходатайству собственного сына в 1958 году. Да, Манс тоже, я хотела бы сказать, Манс тоже был, в общем-то, расстрелян и в 1958 году реабилитирован. Далее. Ну, поскольку, в общем-то, Иркутский юридический факультет выделился, то, безусловно, нужно было решать вопрос, скажем, с переездом. Не только вуз переехал, но и библиотека вуза переехала тоже. И в июне 1931 года собралась инвентаризационная комиссия, в состав которой входили Борис Борисович Черепахин, это известнейший цивилист Свердловского юридического института, это тот преподаватель, который воспитал и вырастил такую блестящую плеяду российских советских правоведов, как Октябрь Алексеевич Красавчиков, столетие которого мы в этом году будем отмечать осенью, это, скажем, Сергей Сергеевич Алексеев, это Василий Степанович Яковлев и многие другие. Значит, инвентаризационная, кроме Черепахина, в состав этой инвентаризационной комиссии входил Тови Семенович Машкович, это доцент кафедры криминалистики и, наконец, Владимир Сергеевич Шостакович, известнейший востоковед. Вот эти люди отбирали книги, которые чуть позже, некоторые из которых вы чуть позже увидите. Значит, еще один нюанс, на котором хотелось бы остановиться. Дело в том, что при отборе книг отбирали книги не только из фундаментальной библиотеки, дело в том, что вот в период с 18-го по 1930-й годы существовало в бузах, в университетах так называемые и на юридических факультетах в том числе так называемые кабинетные системы. То есть при кафедрах существовали кабинеты и студенты брали книги в этих кабинетах. Кабинеты были специализированы. Мы обнаружили, что у нас таких кабинетов, книг таких кабинетов где-то порядка семи. И соответственно там была специализация. Ну вот если в начале 18-го года на юридическом факультете Иркутского госуниверситета было 5 кабинетов, то к моменту скажем выделения и преобразования насчитывалось уже 19. При надлежности зданий тому или иному кабинету можно было удостоверить соответствующим штампом. Ну здесь я уже сказала. про Машковича ничего мы не можем сказать, потому что никаких сведений нет. Он уехал ровно за год до того, как в 1938 году в ВУЗе была разоплачена группа, занимающаяся антисоветской деятельностью и в состав группы вошел первый директор Свердловского юридического института Позан Юрий Михайлович, который был конечно в 1938 репрессирован и расстрелян. Я думаю, что все, я поняла. Так, ну и теперь значит фишка. Ну как добыть деньги? Мы решили сделать так. Мы решили включить книжную выставку и проводить ее в рамках скажем такого мероприятия. У нас ежегодно проводятся крупные мероприятия под названием Европейско-Азиатский правовой конгресс. Значит мы сделали книжную традиционную книжную выставку частью культурной программы этого конгресса. Что мы получили? Мы получили деньги на оборудовании. Мы получили возможность издавать полноцветный каталог каждой выставки. Таких выставок было три. Первая выставка книги имеют свою судьбу юридическая литература 18-20 веков. Значит вторая выставка сибирское наследие в фонде научной библиотеки Уральского государства юридического университета. И третья выставка это рыцарь права из библиотеки Владимира Дмитриевича Набокова. У нас 14 книг. Мы в общем-то богатые люди. Так а теперь несколько книг. Просто несколько книг. Ну посмотрите вот первый кабинет это кабинет диалектического материализма и ленинизма. Я почему рассказывала вам про инвентаризационную комиссию. Нужно было иметь немалое мужество чтобы включить в 30-е годы в инвентаризационную ведомость такие книги как Философия Канта или Юма. Ни одной пролетарской книги. Я с коллегами шутила. Я говорю посмотрите в стране победившего пролетариата ни одной пролетарской книги. А вот штамп принадлежность Иркутское военное училище. Следующее. А это первая магистрская диссертация по праву господина Безобразова 1838 год. А это сочинение специалиста по государственному праву. Ну и самая уникальная книга на выставке это пятое издание учебника 18 века по вексельному праву Филиппа Дильтея на форзаце наклейка библиотеки принца Ольденбургского и Центрального педагогического музея. Я в общем-то думаю, что мы маленькие... А это конечно книжка из библиотеки Набокова «Исторический очерк преступления поджога». Ну и вы видите знаменитый эксклибрис этой библиотеки. Вот так выглядело. Ну и сейчас просто полистаю покажу. Так, мы пошли по пути. Мы завели традиционную книгу отзывов. На выставке за один день прошло порядка двухсот человек, а вот просто несколько снимков. Все. Спасибо. Спасибо, Ольга Анатольевна. Ну, я думаю, что вот тут все предельно ясно и очень приятно, что этот доклад был из Сибири. Да, вот я вас тут приветствую в нашей команде. И ну, вопросы, если они есть, то вы сможете ответить. Кушать хотят. Кулуару. Но перед тем, как мы покушаем, у нас одна минута приятная будет. Вот Виктор Борисович попросил ну, две секунды буквально. А где здесь представители уважаемой библиотеки политеха? А, хорошо. Тогда вам. От всей души, как и было обещано, позволю себе вашему замечательному учреждению вручить те книги, которые вас заинтересовали, которые вы выбрали. И если у студентов, у преподавателей, у вашей библиотеки и в целом у того круга единомышленников, который вы возглавляете и везете, уважаемые коллеги, я с гигантским уважением отношусь к тому, что делает Александр Иванович, мы всегда к вашему услуге готовы кооперироваться, поддерживать и участвовать в ваших инициативах. Теперь, собственно, книжки. Они тяжелые, Александр Иванович. О! Сразу мая швейч. Мы конечно это бережно сохраним и доведем до наших читателей. И вот я всегда авторам говорю, знаете, мы помрем в результате, а наши книги и записи о наших каталогах о наших книгах будут вечны, я надеюсь. По крайней мере, вот эта книга подарена, и мы напишем, кто подарил, и тут надо конечно дарственную сделать, потому что мы ее тоже каталогизируем, останется навсегда в фондах фундаментальной библиотеки политеха и будет доступна для всех, в том числе для всех в стране. Спасибо огромное. И уважаемые коллеги, обещанное, читальный зал, табличка, дарим книги, сотрудник проекта, кому это интересно, с удовольствием, большой любовью вам их вручат. Спасибо, все хорошо. с удовольствием, Спасибо. Спасибо.